Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я Всегда верить нужно, верить нужно и самое главное ставить цели, которые Ну реальные цели, не какие-то там заоблачные, а реальные цели, которые ты можешь достичь Вместе с командой, соответственно, поэтому мы готовились к этому Готовились, прекрасно понимали, что чемпионат будет в Канаде Кто освободится из ребят, кто приедет именно из НХЛ И собрались, конечно, была классная атмосфера, просто была команда Честно скажу, это, наверное, благодаря и самим ребятам, и, конечно, Вячеслав Аркаевич Который именно нам, игрокам, давал эту возможность находиться вместе Не закрывал нас, все знали, для чего мы собрались и для чего мы сюда приехали У нас не было там каких-то там шапкой настроений злоупотреблять чем-то, там доверием тренеров Могли спокойно пойти поужинать Это правильное отношение к профессионалам И мы этим доказывали, что мы профессионалы, что за нами не надо следить, нас не надо из-под палки что-то заставлять делать Мы приехали сюда и хотели выиграть Он знал баланс отношений, он мог пошутить с ребятами, там, абсолютно спокойно общался Он не ставил себя, никогда не ставил себя выше кого-то Да, были проблемы, он мог нам высказать все конкретно каждому, там, или команде Вот этот баланс был, которым необходим Для любого игрока это важно, чтобы было доверие И это доверие мы ему оказывали в плане того, что своим отношением к делу, своей игрой Ну, конечно, еще плюс поколение Не будем от этого скрывать, что, наверное, это из последних, наверное, это, наверное, одно из самых сильных поколений Передача, вернее, не то, что она пройдет, а то, что шайба, в конце концов, до него доберется И... 4-0 Алексей Тереченко бросал Шайба попала кому-то в клюшку, изменил направление и попала в самую-самую паутинку Да, от синели не бросил, вспомнил Ну, я уже был достаточно зрелым игроком Для меня, ну, наверное, это немножко другое Вообще, этот сезон для меня был, наверное, один из... Я имею в виду по статистике Я не беру по качеству игры, я беру по статистике Один из самых лучших, вообще, наверное, в Корее Ну, еще следующий, наверное А что это, там, какой-то гол Ну, это приятно забивать Не было такого, какого-то, прям, какие-то эмоции Эмоции от финала были, а здесь... Здесь не должно быть проблем, с кем ты играешь, как играешь Партнеры твои знают, что ты должен делать Что они должны делать Это и есть... это и есть хоккей Это и есть тонкости хоккея, которые влияют на результат Влияют на исход матча На каждый, на каждый мини-момент Партнеры меняются, но игра-то одна остается И здесь, конечно же, еще уровень игроков, уровень партнеров очень важен Чтобы и ты за ними тянулся И, соответственно, поднимался уровень и самой сборной И качество хоккея, в частности Вообще, не думаю Мы поужинаем нормально сходили Командный ужин был Там у нас был стейхаус, мясной ресторан Прямо за углом В гостиницах спокойно, абсолютно все готовились Не было какого-то там ни мандража, ничего С далекого 1993 года золото мировых первенств обходило стороной сборную России С другой стороны, 22 года команда страны-хозяйки чемпионата мира не выигрывала золотые медали Была команда Была команда, без разницы, кто там, ребята с НХЛ или с нашего чемпионата Вообще без разницы Просто атмосфера была настолько, мы верили в друг друга Мы верили в команду У нас проблемы были там с вратарями На Сан-Хосе вовремя вылетел, Женя приехал на боку И мы становились сильнее Старались играть правильно, старались забивать И эту игру вытащили абсолютно, я считаю, заслуженно Мы провели вообще весь турнир достаточно ровно Прям ровно, вот так Но это супер Именно и обороне Гол Шайба в воротах Александр Семин Он скатит на ударную позицию Ложится под шайбу Максим Сушицкий А вот здесь, правда, его обострали И не очень здорово Все закончилось Российская команда не получается Бросок у Хитри Но Раздевалки достаточно спокойно Все было там Я уже даже не помню, что говорили, правда Просто вышли на третий период Нам не было некуда отступать Звучит Москва Поэтому мы выходили Сделали то, что мы сделали Полетел из-под его крюка Теперь щелчком Отсток Гол Гол Алексей Тереченко забивает третью шайбу Вся команда играла Там что-то Ну, повезло Там, пересменок был Получилось, что Шайба По-моему Сема бросала Она отскочила И Вордвей Бачочками Я даже не смотрел, куда бросал Просто я обработал Быстро бросил Все Гол Даже, честно, даже не смотрел Ну, а там и игра Так уже складывала Что мы просто Ну, уже Ну, давили, давили, давили В принципе Илья бросил С угла там По Павлу Крошкин проталкивает шайбу Ковальчук Бол! Как же вовремя Илья Ковальчук Пробивает Не передать слова Нет Тем более там Сто лет Причем Это Чемпионат мира Был достаточно По своему составу Достаточно приличный Если память не изменяет Там, наверное, процента 80 Команды Канадской Поехал На Олимпийские игры В Ванкувере Клюшечкой Так ее продлевает Движение Овечкин Стартуя с места Не сумел А вот это Две минуты Ну что Стал клюшку Сылать Получился стык Нэша Убрал руки Он туда Они еще Если бы она на лавочку прилетела Там не было бы двух минут Она прям Там был Я не знаю Сколько Метр Наверное Сколько судей Идут Калитка И проход туда В под трибунные помещения Он именно туда попал Попади влево Вправо Все Двух минут нет Прокручиваешь моменты Когда там Мору сломали Алексея Алексеевича Морозова Как у нас вратари сломались Ну я говорю Это все Там Даня Маргов играл Со сломанной ногой Проблем было много Но я говорю Была команда Еще раз говорю Команда Которая Всегда выигрывает команда Прекрасно понимали Да Что 15 лет Ничего не было Я имею в виду Золотых медалей Для меня вообще был Первый чемпионат мира Ну конечно Это Не передать словами Эмоции Мы должны были улетать Рейсовым самолетом И нам руководство страны Предоставило Чартер Все с утра встали Пока доехали Там Ждем в аэропорту Под Квебеком Есть хотят Там Давайте Овца Овца Семы Поехали В Макдональдс Привезли С кубком Причем Он с этим кубком Саня вообще не расставался Привез Это Биг Маки Там Когда прилетели Народу было Мы туда Сразу Ну кто в чем Саня вообще в сланцах пошел Мы когда Туда приехали Очень было официально Прям очень официально Прям Он первый Первый год же Дмитрий Анатольевич был президентом Прям очень официально А вот на следующий год Уже было так Достаточно Более спокойно Наверное Для нас Да Здесь так официально Все И сам Дмитрий Анатольевич Тебя там вел Прям официально А уже потом уже После Берна Уже было Немножко по-другому Ну это другой Вообще Чемпионат Бил Чемпионат мира Был Вообще другой И Ну он и послабее был По составу участников Послабее Да Будем говорить откровенно Но Значимость его Конечно Не становилась Нынче Там популяризация В Швейцарии Громаднейшая Там болельщики Конечно Для них это праздник Просто сумасшедшая Вот атмосфера Ну вообще Организация Была супер Мы жили Мы жили Американцы Вообще С семьей приехали Они жили на первом этаже У них выходы Были там Такие маленькие лужаки Были При номере Вот они там Перед игрой Посидят со своими детьми Поиграют Потом пойдут Играют Мы приглашаем вас В Берн На финальный матч Чемпионата мира По хоккею 2009 С тех пор Как с 1992 Года Сильнейшая команда Планеты Стала определяться В решающем матче Ни разу До прошлого года Его афиша не гласила Россия Канада Давайте так Он был ярче В 2008 Сложнее Тот был сложный Поверьте Тот был ярче Просто мы отыгрывались И там немножко Здесь Здесь вы правильно сказали Больше Не то что сдерживать А просто играли Намного строже Люди способны создать Гол из ничего Атюшов Гол Один Один Удача Неотъемлемая часть В спорте Но опять же Без удачи Что такое удача Без твоей работы Без твоего желания Конкретного игрока И вообще команды В целом Без громаднейшей работы Персонала Это невозможно Ребята Сколько они работали Докторы Массажисты Представляете Какой они объем работы Делали И на одном И на другом Чемпионате мира Я благодарен Докторам В Берне Они мне По два укола За игру Делали Обезболивающие Сложность процесса Поэтому победы Они и дают Эти эмоции Почему и говорят Что команда Что Берн Что Квебек Причем Два финала С канадцами Они по эмоциям Разные Но по значимости Одинаковые Вот сейчас Радулов Готовит бросок Объезжает Одного Второго И забивает Потрясающую Шайбу Все равно Дача Любит трудящийся Кто трудится И она все равно Придет Рано или поздно Она Боженька Тебе даст Эту возможность Но надо Надо ее заслужить Удар И сборная России Второй год подряд Становится Чемпионом мира По хоккею Это победа Дорогие друзья Правила Которые Были в команде Они остались Еще со времен Там Динамо 2000 года Когда я попал В 1999 году Именно уже В состав Были собрания По пятеркам Индивидуально Он рисовал На телевизоре Тогда еще не было Он на телевизоре Нам рисовал И всегда Говорил И буду говорить Что человек Который дал мне Большую дорогу Именно дорогу Большой хоккей Это уже Его тонкости Его видение Того что Когда нужно Когда не нужно С ребятами Разговаривать В индивидуальном порядке В командном Или по пятеркам Или по парам По тройкам Нет Никогда Наоборот Он с нас Всегда Требовался Даже Перейдя Когда из Динамо В Акбарс Он всегда С нас Требовался Требовался Намного Больше И поверьте Нам от него Доставалось Очень прилично И я Никогда Такого Прям не было Что у него Кто-то там Любимчик По крайней мере Он никогда Этого не показывал Никогда Этого не делал Сердинаме Терещенко Снова Терещенко Получает От Широкова 3-1 Леша Терещенко Просто Финал Мы были сильнее на порядке, чем в Словакии. Сложилось так. Мы шведов, извините, обыграли в группе. Там матч был сумасшедший. Там шведов Dream Team был. В хорошем смысле мясорубка. Борьба была на каждом участке поля. Еще хотелось бы посмотреть пока. Медведев, факт! 4-3! Ты выходишь. Или ты, или тебя. Ну, правда. Или ты чемпион, или ты никто. Сборная России. Чемпион мира по хоккею. 2012 года. Я не ощущаю себя трехкратно чемпионом мира. Я ощущаю себя обычным человеком, хоккеистом, спортсменом. Я получал удовольствие от хоккея. Я реально получал удовольствие от хоккея. Это жизнь, которую я прожил. Который прожил с командами, которых мы делали. Я имею в виду все вместе. Игроки, без разницы, чемпионаты России или сборной. Мы были все вместе. И все разное было. Но опять же, мы хотели только выиграть. Ну, наверное, Квебек нечего. Не буду скрывать. Все-таки Квебек это... Во-первых, сто лет ИХФ. Да, сто лет хоккею в Канаде, в Квебеке. Это... Ну, там эмоции, там, конечно, они были просто... Сама команда, сама атмосфера после игры. Там вот, ты говоришь, там вот все вот так вот, прям вот... Прям мясорубка была. У меня в хорошем смысле, я говорю, после вот это там... Кто, где, куда, чего там. Все, приезжаем после игры там в ресторане, опять же, в этом местном. Там просто народу неимоверное количество. Кто это люди? На сегодня я тренирую детей 2009 года. Вот в своей школе, которая меня воспитала, в Динамо. Меня Аркадий Иванович Чернышев. С ноября месяца. Но ведь так, я, наверное, скажу банально, но честно. Я жил. Я жил, я сколько... Ну, после Омска я... Я тренировался, готовился. Хотелось мне закончить, завершить карьеру дома, в родном Динамо. Самое главное, нужно учиться, трудиться, и чтобы у тебя был характер. Вот и все. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я...